Меня зовут Ваня, я работаю в компании Onyx в отделе реактора разработки. В последнее время все больше на проектах React Native. И на этих проектах последние два конкретно из них напрямую используют технологию GraphQL. Собственно, поэтому хочу поделиться, рассказать то, над чем мы работаем. Частично. GraphQL. Что такое GraphQL? GraphQL — это язык запросов, GraphQL — для чего он используется? Это, по сути, язык для связи клиента и сервера. То есть это какой-то формат данных определенный, который используется для передачи данных. Почему он существует? Для чего он вообще нужен? Изначально он разработан компанией Facebook, как и много всего интересного во фронт-энде. Начал он разрабатываться в 2012 году. История создания была какая. В то время Facebook работал над мобильным клиентом своим, и они решали две проблемы. Им нужно было снизить нагрузку на свои сервера, и им нужно было каким-то образом решить проблему передачи лишних данных. С сервера на клиент. Соответственно, благодаря решению этой задачи появился язык GraphQL. И отсюда выплывает, какие проблемы он должен решать. То есть GraphQL решает проблему overfetching, то есть переизбытка ненужных данных, и request waterfalls — это нарастание последовательных запросов ненужных. Давайте сразу рассмотрим, какие есть плюсы и минусы GraphQL. Начнем с плюсов. Основной и главный плюс GraphQL — это возможность клиента диктовать серверу формат данных и те данные, которые он хочет получить от него. Позже рассмотрим на примере, как это работает. И второй из преимуществ GraphQL — это возможность внутреннего запроса получать несколько сущностей, множество ресурсов. Из минусов хочу отметить то, что при запросе к GraphQL в ответе у нас всегда… вы никогда не получите HTTP ошибку. То есть код ответа всегда будет HTTP 200, 200. То есть даже если запрос будет выполнен с ошибкой, вам прилетит в ответ какой-то объект, и наверху у него будет поле Error, либо Errors, с ошибками, которые, возможно, случились. Второй основной недостаток GraphQL — это отсутствие встроенной поддержки кэша. Почему так происходит? Потому что GraphQL-запросы мы отправляем на единый endpoint. Это его основное отличие от REST API. Сейчас мы все это подробно рассмотрим. И третий недостаток, я бы назвал, это небольшая сложность, комплексность, сложность прежде всего для девелоперов, для входа, для начала работы с GraphQL. Как на фронте, так и на бэке. Так, с этим разобрались. Давайте сравним на секундочку REST API и GraphQL. Да, REST API — это как самый один из популярнейших форматов в пензаче данных. В чем их схожесть и отличие? В REST API, когда мы выполняем запрос, они все идут на уникальный URI. То есть в REST API существует множество endpoints. Кроме того, в REST API мы определяем HTTP метод, который передается запрос. То есть это get, put, delete, там многое, да, любое. В отличие от этого, в GraphQL, что происходит? Мы определяем один единственный endpoint. Как правило, это там название нашего домена, slash GraphQL. И метод запроса, который выполняем, а что мы видим, это всегда пост. GraphQL работает только с постзапросом. Следующий формат данных, который используется для связи клинт-серверу. В REST API это типично, в основном, это JSON формат. Возможны варианты, но 99% это JSON. То же самое касается GraphQL. Основной формат передачи данных — JSON. В REST API возможно передавать бинарные файлы также. GraphQL тоже поддерживает эту возможность. Единственное, что в GraphQL для ее реализации... Мне как будто фонит. Нужно отдельный endpoint для этого определить, на который делать запросы для получения бинарного файла. Третье. Какие языки поддерживаются для этих протоколов? Что REST, что GraphQL на бэкэнде поддерживают абсолютно любой язык программирования. Вы можете использовать Java, вы можете использовать... Что вы можете использовать? Еще Python, PHP, все что угодно. На фронте вы можете использовать любой фронтеновский фреймворк. Почему я акцентирую на этом? Потому что бытует мнение, что так как GraphQL — это разработка Facebook, соответственно, он только для реактора, для работы с реактором. Это не так. Вы можете работать с Angular, вы можете использовать GraphQL для работы мобильных приложений на Swift, на Android. Дальше это рассмотрим. И четвертый пункт сравнения — это оба эти протоколы являются stateless. Что я имею в виду stateless? На бэкэнде не хранятся данные о клиенте. То есть любой, абсолютно любой клиент, который правильно передаст запрос, сделает запрос на бэк, возможно, будут переданы какие-то токены для аутентификации, это опционально. То есть любой клиент получит данные в ответ на запрос. Поехали дальше. Рассмотрим, из каких частей состоят запросы. Да, REST, GraphQL. Получается, в запросе на REST мы определяем метод запроса, как уже говорили, мы определяем конкретный путь запроса, URI, и, возможно, опционально передаем какое-то тело запроса, какие-то данные. Смотря какой метод, можем передавать, можем нет. В GraphQL метод запроса обязательно POST, имя Endpoint обязательно, не обязательно, но в основном это slash GraphQL, имя нашего домена slash GraphQL, и потом мы передаем тело запроса. Тело запроса в GraphQL это так называемая строка запроса, GraphQL query. Давайте ближе к реальности. Например, мы пишем какое-нибудь простенькое веб-приложение, нам нужно написать книжный магазин, либо какой-то сайтик небольшой, к примеру, либо приложение, не важно. И, допустим, у нас на одной из страниц, вот такая вот, да, по примеру, мы сделаем, нам нужна вот такая вот страница, на которой нам нужно отобразить обложку книги, нам нужно отобразить название, жанр и имя автора. Да, к примеру, такая страница. Как бы мы действовали в случае, если бы мы использовали REST для передачи данных? Ну, скорее всего, мы бы разделили две сущности книги и авторы, да, и чтобы получить данные по конкретной книге, мы бы шли на конкретный домен, мы бы создали домен slash book slash book ID, то есть, переходя на URI и передавая конкретные ID книги, мы бы получали в ответе вот такой вот какой-то объект, в котором была бы записана ID, title, жанр, review книги и обложка, ну, то есть все, что касается конкретной книги по ID-шке, нам нужно получить. Вернемся назад. Вот мы получили данные книги, но нам нужно вытащить еще данные автора, да? Соответственно, автор – это другая сущность. То есть, в книге мы бы взяли ID, ID-шник автора, сделали бы еще один запрос на endpoint автора, передали бы ID автора, вытащили бы все данные автора. ID, имя, ну, любую информацию, которая доступна, фотография, что хотим. И, соответственно, на странице нам нужно отобразить имя автора. То есть, мы получаем в запросе вот такую вот коробку данных, а по сути нам нужно вытащить одну стринк, одну строку и положить ее туда. Но раз не спрашивает, хочешь ты его брать или нет, бери или не бери, то есть нет такого варианта. Он тебе отдает такую коробку, ты ее тащишь, кладешь, достаешь имя, а коробка остается неиспользованной. То есть, для чего? И давайте еще раз углубим ситуацию. Мы хотим, у автора, допустим, есть несколько книг, которые он написал, и мы хотим их ниже отобразить в список доступных его книг. Что мы делаем для этого? Мы, опять же, изначально, мы сделали запрос, получили ID автора, у него в поле есть список какой-нибудь array, какой-нибудь массив ID-шников книг, которые он написал, мы вернулись на страницу, получили список ID-шников, и для каждой конкретной книги мы идем и вытаскиваем книгу. То есть, количество запросов нарастает, соответственно, количество книг нам необходимо отобразить. Использование лишних... Вот почему и столкнулись с проблемой использования и передачи лишних данных. Для чего это? Как бы мы сделали на графке? Всю ту же самую информацию мы можем получить, используя всего один запрос. То есть, внутри запроса мы определяем данные, какие нужны. Мы передаем ID-шки книги, мы передаем только те поля, которые нас интересуют. То есть, в схеме на Backend может определено быть тысяча полей в одной книге, все что угодно. Но мы с фронта говорим, что нам не нужно все, дайте нам ID-шки, дайте нам название, дайте нам автора, и дайте нам книги другие. Вот и все. Мы вытаскиваем только те данные, которые нам надо. Давайте поближе посмотрим, из чего состоит запрос. Из чего состоит графкьюальная строка, строка запроса. Первое поле – это тип операции. Тип операции в нашем случае – это query, мы определяем, потому что мы хотим выполнить запрос query. Всего бывает три типа операции – query, mutation и subscription. Query – это аналог метода get в REST, то есть это способ получения данных. Mutation – это способ апдейта данных, если нам нужно что-то редактировать, обновить на сервере, тогда мы выполняем запрос mutation. И subscription, этот тип, он используется для поддержания постоянной связи с сервером в режиме реального времени. Дальше. Внутри запроса мы определили тип query, нам нужно только получить данные, ничего не записываем, мы определяем end point, так называемый, то есть что конкретно, какую сущность мы хотим достать. Это book в нашем случае, и опционально передаем ID. Мы можем передавать, можем не передавать, то есть это в нашем случае нам, допустим, интересует книга с каким-то ID. И кроме того, мы вытаскиваем из этого объекта title, мы вытаскиваем автора, имя автора и список книг. В принципе, по поводу запросов все. Как же работать, как работать с GraphQL, то есть как выполнять запросы в коде. Выполнять GraphQL запрос можно на любом языке. Программирование. Вот здесь видно. На любом языке мы можем выполнять GraphQL запрос. Какие условия должны быть соблюдены? Мы должны определить метод запроса пост, мы должны определить тип контента, это JSON файл, данные в формате JSON, которые мы передаем в форме строки, и существующий endpoint, куда мы делаем запрос. Вот, допустим, здесь у нас пример запроса на Vanilla JavaScript. То есть, используя обычный fetch метод, мы можем сделать GraphQL запрос. Мы просто определяем endpoint, мы определяем метод пост, мы указываем, что будет передаваться JSON файл, и вот наша query строка. Да, в ответ на запрос прилетает promise, мы его обрабатываем, и в ответе у нас получается вот такой вот объект с данными, которым мы запрашивали. То есть, получается, структура ответа объекта полностью совпадает, повторяет структуру запроса. То есть, то, что мы просили, то нам и прилетело. Да, как я сказал, GraphQL запросы можно выполнять на любом языке, на plain, но в таком случае нам нужно каким-то образом решать проблему кэша. То есть, GraphQL из коробки не имеет поддержки кэша. Эту проблему можно решить с помощью библиотек различных. Самое популярное из них, то есть, можно все писать руками, но кому это нужно, если все уже написано и хорошо работает. Так, Apollo Client. Плавный переход. Почему именно Apollo Client? Почему про него хочу рассказать? Ну, во-первых, он предоставляет отличную документацию для работы с ним. Он своеобразный мейнстример, да, это вот данные по загрузкам его за неделю. Он из коробки предоставляет управление кэшом, поддержку кэша для GraphQL, что очень важно. У него отличная документация, поддержка комьюнити, и популярность его растет, поэтому я и хочу про него рассказать. Как происходит сетап Apollo для JavaScript, да, что нужно, чтобы его поставить? Начиная с версии 3, которая представлена осенью, Apollo ставится одной командой и в зависимости, которые используют, это Apollo Client и GraphQL. Это все, что вам нужно. То есть, мы используем NPM Packet Manager, мы выполняем одну команду, Apollo ставится, готово. Дальше, ну да, в Apollo Client бежат основные наборы инструментов, которые мы будем использовать, а GraphQL это библиотека для парсинга GraphQL запросов, для строки. Мы импортим из Apollo Client объект Apollo Client и объект InMemory Cache. В принципе, и вот базовая настройка готова. Делая один импорт и определяя наш клиент, вытаскивая одну сущность, один объект, мы готовы стартовать. Здесь пример кода, как на JavaScript выполнить тот же запрос query с помощью этого объекта клиента, который мы вытащили. То есть, мы его вытащили, в нем уже есть методы query, mutation и subscription в соответствии, какой нам нужен, да, в данном случае мы используем query. По сути, мы переписываем тот же метод, тот же код, который рассматривали, просто используя библиотеку Apollo. То есть, мы вытащили клиент, мы определили метод, с помощью которого делали запрос, передали в него схему, передали так называемую строку запроса и все, в результате у нас прилетел promise, мы его обработали и на выходе у нас вот такой красивый ответ. То есть, опять же, формат response у нас полностью повторяет формат запроса, никаких лишних данных, ничего лишнего не прилетает. Это что касается PlainJS, да. Я бы хотел поговорить про то, как Apollo работает с React, как они дружат. Вот так вот мы импортим библиотеку Apollo для работы на React. Как это работает? Apollo Provider мы вытаскиваем, который предоставляет Apollo клиент нам, Apollo клиент для React. Мы определяем объект клиент. Apollo Provider по своей сути, он работает по примеру React контекста. То есть, мы наше приложение оборачиваем в обертку Apollo Provider, передаем в него этот объект клиента и все, внутри приложения на любом уровне мы можем вытащить объект клиента и работать с ним, выполняя запросы. Вся настройка Apollo происходит наверху приложения, как правило. Мы определяем наш endpoint, мы можем настроить под себя кэш Apollo. Как он будет работать. Он предоставляет достаточно гибкое и большое количество настроек. Что я не сказал. Кроме того, Apollo клиент для React предоставляет готовые хуки. То есть, это вообще очень удобная штука для работы. И, кроме того, начиная с версии 3, Apollo рекомендует и подталкивает разработчиков на React использовать именно хуки в работе. То есть, сейчас хуки Apollo это главный API, главный их API, с которым нужно работать. Ну, давайте рассмотрим, какие хуки есть. Первый хук useQuery. По названию понятно, это аналог клиент-квери метода. То есть, нам useQuery мы вытаскиваем из этого клиента. Мы передаем в него строку запроса. Опять же, например, getbook. Мы хотим вытащить, мы определили строку запроса, передали ее в хук. И возвращается нам объект, из которого мы можем достать данные, которые нам прилетят. Мы можем достать состояние загрузки, loading, которое происходит в настоящий момент. Либо, если неправильно отработал запрос, нам прилетит ошибка, и мы сможем ее отработать. Тут, по сути, что происходит. Мы выполнили хук. Пока приложение в состоянии запроса, пока запрос в состоянии загрузки, мы возвращаем обычную строку загрузки, типа order какой-нибудь. Если прилетит ошибка, у нас отобразится простая строка ошибка, либо мы можем выполнить какую-то функцию. И если прилетят данные, когда закончится загрузка, у нас отобразится данные ответа. То есть мы отобразим ID-шку книги и ее название. Все, в принципе, useQuery хорошо работает. О чем я не сказал, useQuery выполняется при монтировании компонента. То есть мы не управляем временем, когда выполняется useQuery, выполняется запрос. Только компонент монтируется, нам тут же, где выполняется запрос, и прилетает данный, либо прилетает ошибка, в зависимости от ответа. Что если мы не хотим? Нам не нужно получать данные при загрузке компонента. Мы хотим выполнить по какому-то ивенту, например, по нажатию на кнопку «Я хочу получить данные книги», либо отправить запрос. Для этого… Так. Ага, я перескочил чуть-чуть. Так. Если мы хотим по ивенту выполнить какой-нибудь запрос, мы используем useWasicQuery. Да, мне нравится название. Он, по сути, повторяет функционал useQuery обычного, но в ответе на хук возвращает не объект, он возвращает массив. Первым элементом массива, которого будет ссылка на функцию, при вызове которой выполнится запрос. То есть мы объявляем хук, мы получаем функцию, которая делает запрос, мы передаем ее, допустим, в какую-нибудь кнопку, в обработчик, и по нажатию на кнопку выполняется функция «Get Book». То есть компонент отрабатывает, рендерится, запрос не выполняется. Мы нажали на кнопку, заброс выполняется. Здесь так же самое в useQuery мы можем вытащить состояние запроса, либо ошибку, все что угодно. То есть там очень много различных параметров мы можем вытащить из хука. И здесь я перескочу через раздел. Здесь я просто подробнее раз можем рассмотреть useQuery, из чего состоит, и что из него можно достать. опять же обычная наша строка запроса «Get Book». Допустим, нам нужно получить данные какой-то книги. Мы делаем запрос книги по ID-шнику. Переменные, то есть ID-книги мы передаем в хук непосредственно. Первым параметром мы передали строку, какой запрос мы хотим выполнить, вторым параметром мы передаем объект, в котором может быть переменная, в котором может быть различные настройки. Ну, какие могут быть настройки? Одна из самых таких используемых это Fetch Policy. Что это значит? Apollo по умолчанию кэширует все результаты запросов у себя. То есть мы отправляем какой-то запрос, прилетает ответ, Apollo сохраняет ответ в кэше. Если мы хотим вручную переотправить этот запрос, мы должны вытащить функцию Refetch и вручную триггернуть этот запрос. Да, я сбился, я рассказывал про Fetch Policy. В Fetch Policy по умолчанию там есть несколько вариантов использования работы Apollo. То есть какие параметры возможны? По умолчанию Fetch Policy у Apollo стоит Cache First. Что значит при выполнении какого-то запроса Apollo сначала смотрит, есть ли результат выполнения этого запроса уже в кэше, тогда он вам отдаст результат из кэша. Если такого результата нет, он пойдет сделать сетевой запрос, получит этот результат, запишет его в кэш и вам отдаст результат. То есть по умолчанию он так работает. Если вам так не подходит, вы можете настроить вручную Fetch Policy под себя. Там есть тоже опять же куча параметров. Можно поставить Cache Only, можно поставить Network Only, можно поставить Network First. То есть из названия понятно. То есть если мы не хотим доставать из кэша, мы определили параметр Network и у вас постоянно будет обновляться данные, постоянно запросы будут выполняться в сетевые. Что еще? Из Кука можно вытащить колбеки он completed on error. То есть можно дождаться выполнения запроса тогда выполнить он completed, если прилетит ошибка, выполнится он error. Еще интересный запрос Poll Interval. Интересный параметр. Для чего он нужен? Если мы есть необходимость отправлять запрос периодически. То есть один и тот же запрос мы можем отправлять через какой-то промежуток времени. То есть в Poll Interval мы указали допустим промежуток времени 1 секунда тогда 1000 миллисекунд. И соответственно после Poll Start данные будут запрашиваться ежесекундно и прилетать ответ на этот запрос. Здесь вроде все. UseFase Query разобрали по запросу. Еще есть Who UseMutation Он аналог UseQuery по сути но мы его используем на случай каких-то мутаций данных на сервере. Если мы хотим что-то записать подредактировать удалить для этого используется UseMutation UseMutation возвращает массив в котором первым элементом будет ссылка на функцию при выполнении которой мы выполним мутацию. То есть мы достали эту функцию из hook мы положили ее в какую-то функцию где мы кладем handlebutton press допустим допустим мы по нажатию на кнопки выполняем функцию addbook у нас есть какой-то input на странице мы записываем в него название книги которую мы хотим добавить и потом по нажатию на button на save на что-нибудь как-то to do я написал выполняется этот запрос все с этим понятно я надеюсь и еще один вариант hook это use subscription вообще в принципе use subscription вы не используете в 99% случаев то есть все 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 что весь функционал который он предоставляет Apollo сам рекомендует использовать use query либо use mutation есть пара случаев в которых он рекомендует использовать use subscription это первое если вам нужна постоянная поддержка связи с сервером с низкой задержкой то есть вы какой-то чат если пишете то есть вот этот вот случай и второе если вы работаете с большими объектами данных и вы мутируете только какое-то маленькое поле из этого и вам дорого переполучать полностью весь этот объект перезапрашивать в таком случае use subscription вы сделаете изменения и в ответ на use subscription вы получите только поле которое поменялось с сервера то есть оно отслеживает для чего используется он построен на веб сокетах и следит за изменениями данных на веке так да как я уже сказал Apollo под капотом кеширует все данные этим он упрощает нам работу с GraphQL он берет на себя эту функцию то есть любой запрос который мы отправляем он сохраняет как запрос так и ответ на него что по поводу кеша я хочу рассказать представим ситуацию у нас на странице мы запрашиваем список всех книг наших из библиотеки которые нам доступны и допустим нам нужно построить еще одну страницу на которой мы по клику на какую-то из списка из книг мы переходим на страницу книги и отображаем детали этой книги к примеру там две страницы связаны в этом случае когда мы делаем запросы получаем весь список книг и переходя на страницу конкретной книги Apollo сравнит есть ли данные уже этой книги в кеше если мы их уже получили он не выполнит дополнительный запрос он вам просто даст информацию из кеша так что здесь по настройке как настраивается кеш опять же мы мы достаем in-memory кеш из Apollo клиента и передаем его в наш клиент то есть с различными с различными настройками которые нам нужны да для работы с кешом мы можем напрямую если мы хотим указать Apollo что мы хотим достать какие-то данные из кеша а не делать сетевой запрос используется команда read read query и write query то есть мы напрямую говорим что возьми эти данные из кеша либо положи их в кеш не надо делать сетевой запрос на в ответе на такой запрос у нас прилетит объект да соответственно нашему запросу но мы увидим в нем дополнительно одно поле которое мы не запрашивали это поле type name type name Apollo автоматически добавляет к ответу ко всем объектам которые возвращаются как правило type name он указывает дублирует имя наше из имя endpoint из нашей строки запроса как же работает кэш Apollo давайте попробуем разобраться мы делаем запрос с нашего приложения с Apple клиента вот наша строка допустим мы хотим получить все книги которые у нас доступны в приложении мы указываем нам нужны только ID и название то есть нам нужен список книг и из них в каждом объекте должны обжать ID книги и название больше мы ничего не хотим мы сделали запрос на сервер сервер возвращает нам вот такой вот объект будет на верхнем уровне массив наших книг и Apollo клиент смотрит на ответ и нормализирует данные которые получены из сервера как происходит нормализация он просто разделяет этот ответ на индивидуальные объекты он делает структуру плоской на первом этапе на втором этапе для каждого этого объекта он назначает уникальный ID по умолчанию он берет два поля и склеивает их он берет доступный ID из этого объекта и берет TypeName и склеивает соответственно у нас получаются вот такие уникальные ключи для каждого объекта то есть пришел массив мы его разобрали на объект и каждому объекту назначили ключ по сути в кэше он хранится в структуре данных наподобие хэш таблицы по поводу айдишников бывает очень часто что в ответе на запрос у каких-то объектов нет айдишников ну привет ребятам на бэкэнде которые писали схему то есть где-то мы написали айдишник уникальный апола знает этот айд где-то мы его просто забыли указать либо посчитали ненужным как в этом случае апола действует нам для этого вручную нужно указать поле которое будет указано в качестве ключа дополнительное то есть мы вручную можем назначить из схемы объекта чтобы какие поля объекта мы можем поставить в его айди либо самим написать функцию которая вернет нам уникальный айди то есть это кэш позволяет сделать так да то что сказал мы храним данные апола кэш хранит данные в плоской структуре для чего для того чтобы облегчить себе поиск когда мы делаем какой-то запрос определенный который уже выполняли он будет знать он берет айди из кэша и сравнивает это тот же объект который уже был у него либо это другой объект и на основании этих данных он уже определяет что делать с этим объектом либо мы заменяем объект из кэша либо мы его мержим это уже тоже можно вручную настроить это уже тонкая настроек так ну вроде бы все у меня то что я хотел разобрать на примере как работает графкель Apollo с реактором всем спасибо если есть вопросы давайте я разумею в звичайном стандартном REST мы с фронтенда питаем например юзера питаем книжку питаем и сама функция яка это выглядит так getuser getbook и траляля а якщо мы берем юзера у якого книжка таката у якого статус такий то у якого там ще шесть траляля це в мене получается функция будет выглядать getuser byid where статус траляля where траляля то есть так да на самом деле если я правильно понял то ты имеешь ввиду что еще раз множество параметров мы просто определяем соответствующую схему которая нам нужна то есть все что нам нужно получить мы передаем в этой строке то есть название название функции которая выполняется нам не не имеет ну окей у нас же есть якийсь event onclick да и onclick что есть есть Чайкость порівняння, різниці часу в відповіді Реста и GraphQL в плані, ну для Реста нам треба, наприклад, зробити три запита, get user, get book, get tralala. А у GraphQL це буде, типо умовно один запит і різниця в часі. Ну, звичайний Рест віддасться там, скажімо, за 600 миллисекунд, а за скільки це віддасть GraphQL? Хороший вопрос, не готов ответить. То есть я не погружался настолько, то есть по скорости отдачи не скажу. По сути, GraphQL, этот query, который мы передаєм, он на бэкэнде просто трансформируется в строку, оттуда вытягиваются те параметры, которые мы хотим получить. А если нам на эти параметры надо вытащить из базы, то есть это работает уже как обычный запрос. Ну, під капотом це выйдет те же самый find, find, find. Ну, я думаю, примерно, да. Ну, я можу поможти, там разница буде в два хендшейка. Один хендшейк у GraphQL, три хендшейка у Реста. Все. Ну, тобто, разница в часі буде... Ну, чисто на двух хендшейках. Да. Но Реша може це робити теж в один запрос? Якщо бухенчики, то це все. Ну, да, ну, тоже много дополнительных адрес, можна ж написати... Да, 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 все правильно, вы правильное замечание указываете. Но все равно такой гибкости Рест не предоставит. То есть вам по-любому нужно будет. Вы имеете в виду, что передавайте те поля, которые нам нужны, какой-то в Юрай парамс, например, да? И уже в зависимости... Ну, это приведет к нарастанию логики на бэкэнде. И, опять же, все кейсы предусмотреть. Ну, в принципе, это возможно, но зачем, если GraphQL решает это? А є в GraphQL такая умовна зірочка, взяти всі параметри, щоб не писати, от дайте мені там пук, ще, 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 а просто, ну, все, хочу. Да, 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 да. Если не указывать, если вам не нужны эти параметры, в GraphQL есть фиша такая, называется фрагмент. То есть мы, если, чтобы не повторять какую-то сущность, которую мы в разных запросах должны получать, мы ее можем положить в фрагмент, и просто название фрагмента как переменная вставлять запрос. И, по сути, у вас не будет нарастать дублирование кода, вы просто идете, получаете и подставляете его как обычную переменную. Классно. А у меня еще питание по сабскрипшен. От, сколько сабскрипшенов можно використовывать, ну, там, чтобы браузер не зависит? Ого. Но это зависит, я думаю, больше от веб-сокета. То есть, по сути, это просто поддержание постоянного подключения к серверу. То есть количество будет ограничено не возможностями GraphQL, а возможностями именно использованной веб-сокет технологии. Как GraphQL работает с дженериками? Можно уточнить, я не совсем. Ну, работает ли он вообще с дженериками? Еще уточнить? Куда более уточнить. Ну, не готов. Окей, второй вопрос. Если он такой хороший, почему он не убил REST еще? Он, ну, я не говорю, что он лучше или хуже. То есть здесь вопрос выбора конкретного проекта и конкретной технологии под него. Если, допустим, пишется какое-то небольшое приложение, у которого плюс-минус можно спрогнозировать какое-то изменение данных и контента, как это будет работать, то, наверное, лучше работать с REST. То есть GraphQL лучше выбирать в случае, если это динамично какое-то развивающееся приложение и у вас контент и данные, которые будут передаваться, и схема на бэке будет постоянно меняться. То есть при этом GraphQL даст намного больше гибкости и намного меньше сложностей в этом плане, при разработке. Окей, и еще один вопрос. Что проще тестировать, REST или GraphQL? Я думаю, REST, потому что в REST мы можем определить endpoint уникальный и предусмотреть, ну, и тестировать ответы с этого, с этого endpoint-а. В GraphQL это будет сложнее сделать. Окей, спасибо. Можно вам следующий вопрос? Как вы связываете методологию общения клиент-сервер и методологию описания типов? Я никак не связываю. Вы дженерики связываете с REST. Ну, и из GraphQL методология типов, то есть REST в нашем случае JS метод. Методология общения клиент-сервер. Также, как вы сравните методологию общения клиент-сервер с тестированием кода на сервере или на клиенте? Вы же не тестируете FTP внутри HTTP? Ну да, не тестирую. Вот как вы можете пестибель Хатфир? Ну, не знаю, у меня возник вопрос, я его задал. Ну, я вам покажу просто, насколько цей вопрос, почему Ваня не может видеть, потому что, ну, видно. Ну, типа вы говорите, что вопрос неадекватный. Не, я не хожу на вопрос с ним ответа. Вы не скажете, пестировать методологию. Окей, ну, тогда я прошу прощения, я, может, не прав? Не-не, ты заставляешь почитать. Ну, не проблема, если чего-то не знать. То есть проблема, не хотеть это узнать, вот, мне кажется. Поэтому, да, конечно. А вот GraphQF, да? То есть он упрощает работу бэкендера? Нет. Нет? Нет. То есть примерно такие же надо приложить усилия, как и с работой с REST? Ну, мне тяжело оценить, как бы, для бэкендщика, насколько это, насколько много усилен прикладывать в одном-втором случае. Нет, ну, выходит, фронтенщик пишет запрос. Да. Ну, на бэкенд он тоже пришел запрос. И, ну, как бы, выходит просто отдать по этому запросу или как? Да. Ну, в этом случае, так как на фронте мы используем Аполло, на бэке у него тоже есть поддержка этой библиотеки. То есть, по сути, там не будет ничего сложного. Работа бэкендщика – это будет определить общую схему данных. То есть схема – это что? Это те данные по полям, которые доступны. И, в принципе, там почти все операции Аполло будет выполнять за него. Там, грубо говоря, только настройка. С GraphQL выходит, там, бэкендщик напишет одну большую функцию, которая там будет учитывать все параметры. А когда мы работаем с REST, то каждый раз бэкендщик пишет новую функцию для получения, там, данных, ну, выборки данных. Ну, наверное. То есть это как бы упрощает? Честно, ну, не знаю. Мне кажется, это зависит от конкретной задачи. Возможно, там какой-то проект, используя REST, будет меньше работы и меньше. Но что точно могу сказать, что для работы с GraphQL нужно немножко больше почитать сначала. То есть чуть-чуть больше. Ну, да, это как бы не проблема. Это как любая новая технология. Понял. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Виктор. А подскажите, а где можно документации почитать? Или же есть видеоуроки по GraphQL? Или же книги какие-то? Ой, все, куча источников сейчас. По Apollo есть официальная документация на Apollo, не помню адрес. Просто Google Apollo клиент. То же самое у них, они ведут блок у себя, там, разбор подробный, как это все работает. И, ну, опять же, книги YouTube, их прям море. Я не могу что-то прям как-то. То есть много, да? Да, да, это не что-то там супер. Но учитывая популярность этой библиотеки, даже есть куча блогов. То есть в интернете этого прям много информации. Спасибо. У нас еще есть несколько вопросов, которые задавали участники для печатной регистрации в форуме. Что бы вы посоветовали изучать после изучения основы JavaScript? Какие направления сейчас самые востребованные, по вашему мнению? Ну, опять же, куча туториалов, да, там, что изучать в 2021 году фронтендер. После изучения JavaScript лучше брать за какой-то фреймворк. То есть я бы советовал React, потому что он сейчас как бы на топе. Кроме того, используя React, можно дальше перепрыгивать в React Native мобильную разработку. Окей. Дякую. Окей. Спасибо большое. Спасибо.